Кафедра топографической и клинической анатомии имени профессора Николая Архиповича Хлопова. Дисциплина. Топографическая анатомия. Тема лекции. Хирургические инструментарии. Преподаватель Ван Ольга Тулебековна. План лекции. Хирургические инструменты. Классификация. Хирургические инструменты. По их назначению можно разделить на 5 групп. Первая группа. Инструменты для разъединения тканей. Скальпели, ножи, ножницы, пилы, долота, остеотомы, кусачки. Вторая группа. Инструменты для остановки кровотечения. Кровостанавливающие зажимы типа Кохера, Беллерота, Холстета, Лигаторные иглы Купера и Тешана. Третья группа. Инструменты фиксационные. Вспомогательные и расширяющие. Пинцеты анатомические, хирургические, лапчатые. Тупые и острые крючки, зонды, большие расширители зеркала, костные фиксационные щипцы. Четвертая группа. Инструменты для соединения тканей. Иглодержатели. Разных систем с колющими и режущими иглами. Инструменты для костного шва. Пятая группа. Инструменты специального назначения. Применяемые для разного рода специализированных оперативных вмешательств. В офтальмологии, отолерингологии, нейрохирургии, кардиологии, пульмонологии, гинекологии и урологии. Инструменты для разъединения тканей. Режущие инструменты. Рассечение тканей производят скальпелем. Различают одноразовые, остроконечные и брюшистые скальпели. Скальпель брюшистые применяется для рассечения поверхности тела при длинных линейных разрезах. Остроконечный скальпель применяется при глубоких разрезах и проколах. Скальпель держит в руке позиции столового ножа, пишущего пера, позиции смычка и позиции мяча. Ножи. Ампутационный нож. Предназначен для рассечения реберных речей и других плотных тканей. Мозговой нож. Применяется при вскрытии трубор для разрезов головного мозга. Хирургические ножницы. Ножницы предназначены для рассечения мягких тканей, хрящей и ребер. Правильное положение ножниц в руке. Позиция пальцев в виде треугольника позволяет прочно удерживать ножницы при необходимости, придавая им различное положение. В кольца рукояток вводят дистальные фаланги первых и четвертых пальцев. Третий палец накладывает на боковую поверхность соответствующей рукоятки для придания большей устойчивости. Второй палец накладывает на зону оси замка ножниц для обеспечения четкого направления движения. Хирургические пилы. Пила листовая, дугообразная. Хирургические пилы предназначены для перепилования костей при ампутации конечности перед костной пластикой. Также имеется проволочная пила джилий оливикрона, которая используется в нейрохирургии. Вторая группа инструменты для остановки кровотечения. Крестонаблющие зажимы. Прямые или изогнутые, типа кохера, геллерота, по типу москита. Составной частью крестонаблющих зажимов является исправный замок, с помощью которого инструмент удерживает ткани, не соскакиваясь с них. Зажим кохера зубчиками и геллерота без зубчиков захватывает сосуды с окружающими тканями. Зажим по типу москит используется при остановке кровотечения. И правильное положение зажима в руке. Третья группа инструменты фиксационные. Вспомогательные хирургические инструменты. К ним относятся пинцеты, анатомические, хирургические, различные. Пинцет анатомический без зубчиков и лапчатые фиксеты захватывают ткани более нежно. Пинцет хирургические зубчиками на конце захватывает ткани более грубо, но удерживает прочность. Пинцет анатомический используют для захвата нежных и легко уронимых тканей. Тишечник, мочеточник, желчные протоки, мышцы, стенки сосудов. Хирургические пинцеты используют при манипуляциях на прочных тканях. Апоневроз, сухожилия, края кожи. Положение пинцета в руке. Анатомические и хирургические пинцеты удерживают пальцами позиции пищевого пера. Грубая ошибка считается попытка захвата пинцета всей кистью в кулаке. Хирургические зонды. Зонд пуговичный, применяя для выявления свящевых ходов и народных тел. Желобоватые зонды часто используют при рассечении фасции. Зонд кохера используют при рассечении апоневроза. Желобоватый зонд. Правильное послойное рассечение тканей. Зонд кохера. Правильное послойное рассечение тканей. Расширяющие хирургические инструменты. Для расширения раны используют крючки. Острые, тупые, пластинчатые, одно, двух и трех зубы. Острые крючки используют, когда нет опасности ранения сосудов или повреждения ткани. Рано-расширители используют при расширении ран брюшной или грудной полости. Правильное положение крючка фолькмана в руке. Правая рука ассистента должна оттягивать ближайший край раны. Левой рукой отводят дальний край раны. При такой позиции рук ассистент не закрывает операционное поле хирургу и не мешает ему работать. Пластинчатые крючки фарабефа. Используют для разведения краев в раны, образованных рыхлыми и нежно-богато воскулиризированными тканями. Мышцами, подкожно-жировой клетчаткой, мышечной клетчаткой. Правильное положение крючков фарабефа в руках. Для предупреждения утомления руки, крючок нужно удерживать всей кистью. Корцанг предназначен для введения тампонов в глубокие раны, проведения дренажей через длинные узкие каналы, подачи инструментов и операционного материала. Корцанги бывают изогнутые и прямые. Тупфир – стерильный зонт-тампон, который состоит из марли или другого пористого материала. Применяется в хирургии в цели осушения операционной раны полости, наполненные отделяемым или тупо расслаиванием тканей. Цапки белевые Джонсона и Баггалса Инструменты для соединения тканей Имеются различные виды иглодержателей. Отличаются друг от друга они устройством замка. Замок иглодержателя аналогичен замку кровоостанавливающих зажимов. Хирургические иглы бывают прямые и изогнутые. Как прямые, так и изогнутые могут быть режущими, колющими, круглыми и отравматическими. Круглые колющие иглы применяются для прокалывания стенки желудка, тонкой и толстой кишки, либо наложения швов на сосуды и нервы. Трехгранными или режущими иглами соединяют края плотных тканей и органов, кожа, сухожилия, фасция, мышца, апоневроз. А травматические иглы используют при наложении сосудистого шва. Правила трех. Третья. При установке иглы в иглодержателе. Бранши иглодержателя делятся на три равные части. Игла устанавливается на границе средней и проксимальной третьей. Иглу зажимают на границе средней и задней третьей от ушка. Нить, заряженная в ушко иглы, ее один конец должен быть три-четыре раза длиннее другого. Имеются также различные виды игл на ручке. Лигаторные иглы дышана и купера. Лигаторная игла дышана используется при перевязке сосудов, а также мягких тканей вместе с сосудами. Инструменты специального назначения. При операции на брюшной полости используют специальные расширители ран брюшной стенки. Зеркала. При операциях на желчных путях дополнительно используется подъемник для удержания печени. Печеночные зеркала. Для захвата лесков брюшины используют зажим микулича. Перед скрытием просвета желудка или кишки во избежание вытекания содержимого в рану используют специальные зажимы – жомы. По устройству и форме желудочно-кишечные зажимы делятся на две группы. Зажимы мягкие, не повреждающие кишечные стенки. Желудочно-кишечные зажимы – жомы. При захватывании ими раздавливается стенка кишки и желудка. Жомы накладывают только на удаляемую часть желудка или кишки, либо в месте их пересечения. Костные инструменты многочисленны и разнообразны. Для сдвигания надкостницей и отделения ее от кости применяются различные формы распатора. Для сдвигания надкостницы с ребра используется реберный распатор дуаена. Правильное положение распатора в руке. Рукоятку распатора фарабефа фиксируют в ладони, упирая дистальную фалангу указательного пальца в опорную площадку для обеспечения четкого контроля прилагаемого усилия. Кусачки Дальгрена используются при костно-пластической трепанации. Трепандуаена – инструмент для трепанации черепа, представляющий собой ручной коловорот с набором сверл или фрез. Проводник Поленова используется при костно-пластической трепанации черепа для проведения пилы Джили Оливикрона между фрезевыми отверстиями и защиты подлежащих тканей. Ампутационный ретрактор Перси предназначен для защиты мягких тканей во время ампутации. При операциях на почках и мочевом пузыре используют почечное зеркало, зажим для захватывания почечной ножки Федорова. Для выпускания мочи используют различного рода катетеры. Щипцы пулевые используются при различных кинекологических вмешательствах для захватывания и удержания шейки и тела матки. К инструментам для операции на прямой кишке относятся ретальные зеркала, позволяющие расширить рану. Продолжение следует...